Всем привет! Начинаю очередную чистку монет. Вот такая подборка. Посмотрим, что получится из этой подборки монет. Состояние у них, в принципе, неплохое. Вроде целые. Ударов каких-то явных нет. Сделал фотосессию, как обычно. Сейчас вам покажу, что здесь, как оно выглядит в реале. Даже лучики есть. Посмотрим, как они отмоются и что получится из этих монеток. Сработают ли инвестиции или нет. Очень интересно. Вот тут вообще не блеска, ничего нету. Грязные монеты, кладовые. Вот тут тоже какие-то лучики просматриваются. Здесь ничего нету. Ну реально интересно, получится ли вытянуть хоть что-то из этих монеток или нет. Визуально обычные. Ну вот тут какие-то лучики даже просматриваются. Очень интересно, что же получится. Стоимость на данные монеты подросла неплохо. Самое время узнать реальную стоимость данных монет. Ну вот, обычное состояние, да, вот ничего особенного вроде бы. Но их надо помыть, а там будет уже видно. Вот здесь какой-то даже блеск есть, отражение какое-то даже есть. Интересно, интересно. Класс. Да, здесь хороший блеск на этой стороне. Ну попробую, помою и посмотрим. Вот здесь тоже какое-то отражение есть. Прикольно. Вот такие монеты я люблю отмывать. Они достаточно легко отмываются. Ну что ж, я погнал. Ну и вот еще одну зацепил. Тоже такая грязненькая. Посмотрю, что получится. Тут блеска вообще никакого даже нету. Но посмотрим, что получится вытянуть из этой. Вот действительно прикольно, да. Блеска вообще никакого, ничего нету. Просто супер грязная монета. Очень интересно, что ж получится. И вот прошло где-то уже около, я знаю, дней 12, может 15. Я больше монеток немножко почистил. Некоторые уже даже начали патинироваться. Благодаря одному классному YouTube-каналу я понял причину, почему патинируются данные монеты. Это канал называется «Заметки нумизмата». Там была хорошая, ну так сказать, стрим такой был. Вот. Я не попал на стрим. Я уже в записи посмотрел. Стрим, посвященный чистке монет. И там для себя я тоже кое-что узнал. То, что мне очень интересно было. То есть, вот, все, что связано с чисткой монет, я всегда смотрю, всегда мне интересно. Вот. Выясняю новые какие-то подробности и так далее. Вот. Допустим, я теперь понял, почему патинируются монеты. Значит, монеты отмыл. Это кладовые все были монеты. Они имеют вот такие царапинки. Ну, стандартная ситуация. Цвет у монет теперь чистый. Они... Ну, проявился штемпельный блеск. Монеты красивые, в принципе, классные. Все в основном целые. То есть, в принципе, неплохая инвестиция получилась. Стоимость данных монет достаточно приятная. Вот. Ну, теперь я буду их патинировать. Скорее всего, часть, возможно, продам, выставлю на продажу. Потому что, ну, так много тоже не надо. Плюс мне еще прислали на почистку монеты определенные. То есть, здесь часть моих, часть не моих. Тут все вперемешку. Ну, суть в том, что вот такое вот приличное количество где-то за 12 дней я почистил. Цвет у них стал теперь такой, знаете, как у инвестиционной монеты. Ну, сейчас попробую показать вам любую какую-то инвестиционную монету. Поставлю рядом. Вот. Видите, цвет он уже совпадает. То есть, все четко. Одного и того же цвета все монеты. Вот. Это именно добился, грубо говоря, чистоты. То есть, ну, правда, вот там две, по-моему, или три монетки. Да, вот третья тоже на подходе я поставил там, ну, в нестандартные условия. Они буквально за 12 дней вот уже такой желтизной покрылись. Ну, они первые. Я их вот эти три первые я помыл. Вот. А те остальные уже там позже. Ну, что за один день такое количество перемыть крайне сложно. Они очень тяжело давались. Там много разных точек, много нюансов. Ну, вы сами прекрасно видели, какие были монеты. То есть, вот в таком состоянии я вытянул из них. То есть, в чем же прикол? У меня недавно была с моим другом интересная дискуссия. Он такой говорит, я не люблю чищенные монеты. Ну, вот, вы видели монеты, которые я почистил. То есть, вот, как бы, до очистки и после. Да, вот, скажите мне теперь вот такой, ну, вот, ответьте на вопрос. Вот те монеты и эти, разница в цене будет, как вы считаете? Просто даже хотя бы, вот, невзирая на состояние монет и так далее. То есть, вот, разница в цене реально. Будет ли разница в цене монет тех от этих? А теперь дальше. Смотрите, на этой монете она теперь чистая. Здесь нету никакой грязи. И теперь я просто-напросто, ну, создам условия, где ляжет интересная патина на монету. И после этого станет ли данная монета еще дороже, как вы считаете? А теперь еще вопрос. Мы обсуждали тоже интересную тему. И я ему сказал, что абсолютно все монеты, все серебряные монеты, которые есть в продаже, не в продаже, они все мытые. Нету немытых монет. То есть, я к чему клоню? Что, смотрите, сто лет назад, как вы считаете, каким образом консервировали серебряную монету? Где могли хранить серебряную монету, чтобы она не покрылась патиной? Вот давайте поразмышляем в комментариях. Напишите мне, пожалуйста, ответ на такой вопрос. Где, в каких условиях, сто лет, я не говорю за 200, и тем более не говорю за 300 лет назад, в каких условиях хранили серебряные монеты, чтобы они не патинировались? Если у нас даже в капсулах, например, монеты Национального банка Украины, патинируются за 10 лет, и при том нехило патинируются, не спорю, зависит от условий хранения, но все же, в капсуле монета не достается из капсулы, и она покрывается патиной. Как вы это можете мне объяснить? А теперь, каким образом сто лет назад могли сохранять монету, чтобы у нее не появлялась патина? Я специально в Санкт-Петербурге хожу в музеи Госзнака и Эрмитаж. И я вот как только попадаю в Питер, я всегда бегу в музей. Мне вообще пофигу, погода, кризис, мизис, все, что там происходит, политическая херня, мне похер. Я иду, смотрю на монеты. И я вам хочу сказать, что там монеты тоже моются. Блин, какой красивый блеск. Там моют монеты, вы понимаете, в музеях моют монеты. Вот это очень тяжело отмывать. Эту монету я уже месяц мою. Вот эту черную херню, блин, очень сложно отмыть. Кошмар какой. Реально месяц уже. Но здесь просто кое-что меня удивило. Сейчас попробую, получится ли это показать. Надо определенный ракурс создать. Вот так вот где-то, наверное. Вот эта левая часть, она зеркалит. Блин, очень сложно передать. Там, короче, именно реальное зеркало, представляете? Она была нахрен черная в болоте. Я вытянул его тупо с зеркала. Я его пытаюсь сохранить. Очень сложно, конечно, при таком болоте вытащить. И при этом проявился небольшой лучик остатки. Вот этот пропеллер штемпельного блеска. Тоже красиво. Монета идет, в принципе, в очень хорошем состоянии. Вон морда, прическа, ухо, все целое. Я, как отмою, я надеюсь, что монетка будет достойная коллекции. Вот. И, соответственно, получается, так как монеты моют, получается, зависит от того, как моют. Правильно? То есть, если монета имеет такую, знаете, вот патину, которая называется немытая монета. Вот. Видели такие? Встречали же, да? И вы мне хотите сказать, что данная монета хранилась 100 или 200 лет. В каких-то таких условиях, что она всего лишь до такой степени потемнела. Ну, я мало в это верю. Монеты мыли. Мыли как угодно. Старались сохранить. То есть, от грязи пытались отмывать монеты, чтобы не было черных точек, черных наростов. Но основная масса монет, я уверен, больше, чем на 90%, в 70-х, 60-х годах была помыта. Потом в 90-х годах была помыта основная часть монет. И вот сейчас, получается, монеты, которым по 10-15 лет, вот это именно та патина, которую сейчас коллекционеры говорят, немытая монета. Понимаете, да? Да, к чему я клоню. Потому что, я же говорю, что даже в музеях монеты моют. Они лежат в идеальных условиях. И при этом всем они патинируются там по полной программе. Вот здесь тоже зеркало. Части красивые зеркалят. Вот. Из болота этого достал. Ну, вы видели состояние этих монет? И я вот вытащил вот такое зеркало. Жалко, что на этом стриме, который я вчера смотрел, заметки нумизмата, не было показано ни одной монеты, хотя бы даже фотографии типа до и после. Потому что мне очень интересно, вот в таком состоянии, как я отмыл, как бы отмывал этот профессиональный мужик, который вел этот стрим. Я не помню, как его зовут просто. Мне очень интересно посмотреть на его результат усилий. Потому что, допустим, я это показываю вам всегда, какая была до и какая она стала после. И вот эти все царапины. Но тут я ничего не могу поделать. Это кладовая монета. Потому что, если, например, взять вот Николаевский полтинничек. Сейчас вам покажу. Вот, например, вот такой. 14-й год. Видите, здесь нету этих мелких таких царапин. Ну, они есть такие вообще микроскопические. Но в целом монета, видите, в идеале. То есть у нее нету каких-то там, ну, жестких таких царапин. Вот в чем и отличие кладовой монеты. У кладовой монеты больше, видите, вот, больше таких царапинок. Вот эта монета справа, которая, она сразу, скорее всего, была по коллекциям. То есть она в обиходе практически не была. Просто ее херово, видимо, мыли. Потому что ушел, максимально ушел штемпельный блеск. А эта монета, видите, из кармана попала в клад. И я вытащил, сохранил ее первоначальный блеск. До того, как она попала в клад. Вот таким образом. Я могу это охарактеризовать. И получается, что данные монеты теперь надо снова создать условия. Красиво запатинировать. И через несколько лет их будут люди покупать, как ЮНС-шные монеты, немытые. Вот это мое заключение. Как вы считаете, прав я или нет? Вот таким образом объяснив данную ситуацию. Насчет мытые, немытые монеты. Потому что, если их оставлять в таком виде, как они были. То есть, вот смотрите. Вот те кладовые монеты, которые я вам показал в начале видео. Если бы я их таким образом кому-то продал, допустим. Или кто-то бы купил подобные монеты. Помыл бы их неправильно. То были бы матовые кружочки серебра. Матовые. А здесь, вот как оно есть. То есть, ушла грязь. Остался штемпельный блеск. Сохранился. Какой он есть. То есть, тут уже без вариантов. Вот какой есть, такой есть. Но он сохранился. Понимаете? Теперь монета запатинируется. Законсервируется. Станет красивой. Уложится в капсулу в холдер. Микроцарапинки частично сойдут. То есть, их патина прикроет. Она будет более мягче как бы выглядеть. И такая монета, я думаю, через годик станет намного дороже. Вот так я думаю. И поэтому я недавно. Вот рубль 11 года. У меня есть видео на канале. Отмывал. Там он был убитый такой. Ну, он не убитый был. Он был в кладе. Да, там убитая коррозия. Одно место у Гондошева. Даже два места. Но одно очень сильное. Так неприятно, конечно. Но там я уже ничего не мог сделать. Это такое хранение монет в земле где-то. Но сам факт в том, что мытые монеты, это не страшно. Главное, после мытья, в какие условия вы поставите свои монеты. И как они у вас будут дальше сохраняться. Вот это очень важный момент. Потому что я же говорю, вот у меня уже опять запатинировалось три монетки. В штемпельном блеске. Но пошла вот эта вот желтизна. Я ее хочу убрать и буду переделывать условия создавать, в которых должна лечь другая патина. Это, конечно, процесс, который надо успеть ловить. Но на канале заметки нумизматов я кое-что для себя узнал, как остановить патинирование. Мне это понравилась информация. Я сейчас работаю над этим. Кому интересно вообще понять, что я узнал, посмотрите то видео. Рекомендую вообще подписаться на тот канал. Ну, такая просто реклама от себя. Мне никто ничего не просил. У меня нет никаких там отношений с этим каналом. Но реально для тех, кто любит имперские, старинные, старые, советские монеты, канал, я думаю, зайдет нефиг делать. Потому что интересно. Иногда рассказывают о разновидностях, о браках и так далее. Вот такое интересное, надеюсь, было вам видео послушать. Просто посмотреть, как вот я отмыл эти монеты. Количество, в принципе, немаленькое. За 12 дней где-то у меня ушло это. Кстати, что это здесь такое? Что, недомыл кусочек, что ли? Да, прикиньте, смотрите, только сейчас увидел здесь чернота какая-то, недомыл еще. Ну, вот, под видео видно лучше, потому что уже глаза квадратные, блин, высматриваться. Оно, знаете, какие зайчики кидают вообще. Такая яркая монета, просто офигеть можно. Я вот в темноте как бы снимал, да, показывал. Ну, вот вам, вот насколько она яркая. А вживую она еще ярче, и от лампочки свет просто бомбический. Видите, она вот как в зеркале, то есть... Да, есть матовая шагрень, безусловно, но обиходная монета, ну что сделать? Вот, но при всем этом зеркало очень сильное. Особенно если появляются остатки родного зеркала, там, ну, идеального зеркала. Там такой блик вообще, там, прям, знаете, как лазерная указка в глаз. Красота. Ну, класс, мне, я доволен, реально монет приличное количество, очень красивые. Это со звездой полтиннички, одни из самых приятных монет для коллекции, для инвестиций, для инвестора. Ну, вообще супер. И стоимость на данные монеты очень хорошо возросла. Я доволен, что когда-то в свое время покупал себе такие монетки. Ну, и многие люди, по моим советам, я думаю, тоже покупали такие монетки. Так что, зарабатывайте, дорогие друзья. Учитесь чистить монеты. Я свой способ очистки могу только продать. Я не альтруист. Это просто так бесплатно показывать не хочу. И я столько потратил, чтобы этому научиться. Вам даже и не снилось. Так что, дорогие друзья, когда вы захотите отмыть Александровский рубль, вы захотите отмыть коронацию Николая II, вы отдадите эту монету профессионалу и заплатите денег. Правильно? Ну, если вы хотите сами стать профессионалом, то будьте добры, заплатите бабло за обучение. Ну, вот это логично. Потому что рубль стоит, допустим, 500 долларов, 2000 долларов и полтинник, который стоит 500 гривен, они одинаково отмываются. Смысл и подход абсолютно одинаковые. 900-я проба, что там, что здесь. То есть, то же самое. Подход идентичный. Вот и разница. Всем удачи. Пока.